В зале администрации района состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции. В его работе приняли участие заместители главы района, начальники управления, заведующие отделами администрации, главы сельских поселений, главные бухгалтеры и юристы. Заседание провел глава района Заур Хамирзов. Всего в этот день было рассмотрено три вопроса. По первому вопросу об итогах работы прокуратуры по выявлению нарушений в органах местного самоуправления за 2015 год выступил прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик. Для улучшения взаимодействия с органами прокуратуры вы отлично знаете, что наши двери всегда для вас открыты и в любой момент вы можете прийти и проконсультироваться. И на том совещании, которое уже состоялось непосредственно у нас в прокуратуре, была предложена такая форма взаимодействия, что раз в квартал мы будем собираться, а за это время вы, наверное, будете где-то аккумулировать вопросы, которые у вас будут возникать в ходе правоприменительной практики, и мы эти вопросы будем разбирать. Но я не имею в виду, что только там должны рассматриваться вопросы о соблюдении антикоррупционного заказа, все вопросы, которые связаны с правоприменением. И я думаю, что вот именно в таком взаимодействии мы выработаем ту систему мер, которая позволит нам эффективно заниматься профилактикой и ранним упреждением антикоррупционных правонарушений. С анализом выявленных прокуратурой нарушений в органах местного самоуправления выступил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. По данному вопросу рассказал и начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Заместитель главы района Марета Тугланова сделала анализ выявленных прокуратурой района нарушений в сфере исполнения бюджета органами местного самоуправления. Далее по третьему вопросу об анализе нарушений выявленных прокуратурой в администрации района доложил управляющий делами администрации Рустам Хасанов. О работе, проводимой по устранению нарушений выявленных прокуратурой в сфере образования, доложил начальник управления образованием Косе Киргашев. Главы сельских поселений рассказали о количестве нарушений, выявленных прокуратурой района, наказанных лицах по выявленным нарушениям, принятых мерах по недопущению впредь подобных нарушений законодательства. Глава района Заур Хамирза в свою очередь призвал глав сельских поселений, юристов и главных бухгалтеров согласовывать нормативно-правовые документы с администрацией района и прокуратурой. В завершении секретарь комиссии Наталья Остапенко зачитала решение комиссии по противодействию коррупции. В завершении секретарь комиссии по противодействию коррупции администрации муниципального образования Кашхабрский район. Рассмотрю вопрос об анализе нарушений, выявленных прокуратурой Кашхабрского района в 2015 году на территории муниципального образования Кашхабрский район. Отмечаю, что работа в сфере противодействия коррупции в муниципальных образованиях проводится. Вместе с тем, результаты анализа состояния законности и противодействия коррупции в районе свидетельствуют о наличии актуальных проблем, связанных с неисполнением органами местного самоуправления законодательства, регулирующего правоотношения в данной сфере. В органами местных самоуправлений не обеспечивается надлежащий уровень профилактической работы, направленной на формирование муниципальных служащих и выборных должностных лиц нетерпемого отношения к коррупции. Во всех муниципальных образованиях района распространены нарушения требований законодательства, в том числе касающихся прохождения муниципальной службы. Решили принять к сведению доклады по итогам работы прокуратуры по выявлению нарушений в органах местного самоуправления муниципального образования Кашхабрский район и анализ выявленных прокуратурой нарушений органами местного самоуправления муниципального образования Кашхабрский район. Рекомендовать главам сельских поселений лично организовать регулярный и глубокий мониторинг законности и обоснованности принимаемых решений в сферах наибольшего распространения коррупционных факторов, землепользования, градостроительства, бюджетного инвестирования, субсидирования, заключения муниципальных договоров о работах и условиях. Периодически обобщать работу по указанным направлениям и принимать меры по их пресечению и предупреждению. Информировать об этом при необходимости правоохранительные органы и надзорные органы для принятия мер, входящих в их компетенцию. Организовать четкую работу по устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупции. Обеспечить защиту прав и законных интересов граждан. Каждый случай нарушения законодательства и волокиты рассматривать как повод для внутренней антикоррупционной проверки, результаты которой оценивать лично, принимая меры по недопущению подобных нарушений. В рамках работы по профилактике коррупционных правонарушений по каждому установленному факту непринятия мер по регулированию конфликта интересов, несоблюдения антикоррупционных требований муниципальными служащими, применять к ним меры юридической ответственности, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Главам сельских поселений взять под личный контроль вопросы, связанные с расходованием бюджетных средств, выполнением заказов для муниципальных нужд, выделением семейных участков, реализацией объектов недвижимости и другими коррупционными позициями в деятельности муниципалитета. Заседание прошло в деловой и конструктивной обстановке.